Приветствую вас и тёплые чувства, которые вы испытываете по человеку, могут на самом деле не иметь ничего общего с тем, о чём вы пишете, то есть с любительскими какими-то наклонностями. Тёплые чувства могут быть и просто симпатией, а тёплые чувства могут быть реакцией того, что человек хорошо, правильно и полно слышит, а человек правильно и полно отвечает на ваши потребности, на ваши желания, на ваши какие-то мысли. И это всё вместе сразу-таки и вызывает у вас к нему привязанность. Привязанность, которая не имеет ничего общего с сексуальным желанием, ничего общего с лесбийской ориентацией. Это просто реакция на то, что человек отвечает вашим требованиям, притязаниям, вашим желаниям. Давайте попробуем спросить себя так. Если вы в чём-то нуждаетесь, и этот человек помогает вам эти нужды удовлетворять, то попробуем представить себе, А если вдруг мы, вот все те нужды, которые будем удовлетворять, которые мы удовлетворяем через этого человека, если мы эти нужды, скажем так, удовлетворим сами, своими средствами, то тогда, как мы будем к этому человеку относиться, если у нас не будет от него зависимости, если у нас не будет от него такого плана, потребности, как мы тогда будем к нему относиться? Это, на самом деле, стандартный подход к гестартерапии. Есть фигура, есть фон. То, о чём вы говорите, всё было чувство, есть фон. А человек – это фигура. Уберите фигуру и посмотрите на фон. Многое станет понятно. Теперь, а когда вы представили себе фон, попробуйте порассуждать дальше. Я устала по-другому воспринимать человека без контекста своих потребностей. Если да, то как? Наверное, благодарность, симпатия и всё. В этом случае можно говорить о том, что вы всё-таки видите в этом человеке в кике средства для удовлетворения своих потребностей, и не более того. Если даже по исключению потребностей из контекста ваших отношений вы всё равно будете испытывать очень тёплые чувства к человеку, и вас будет к нему влечь, то вы обманом вынуждаетесь в его мудрости, в его личных качествах, которыми вы восхищаетесь. Тогда зададим себе следующий вопрос. А если эти личные качества, характер человека, так всё убрать, вы и будете испытывать влечение к нему? И вот если влечение на данном этапе останется, тёплые чувства на данном этапе также останутся, значит, у вас всё-таки сексуальное влечение. И тогда, думаю, что отторшение литбийской наклонности является по сути проявлением либо тайного влечения к этому, стремления к этому, либо какой-либо другой проблеме, связанной непосредственно с вашей уже сексуальной ориентацией. И тогда вам нужно обратиться непосредственно к сексологу для решения своих проблем. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.